Кто идёт туда Мы ходили по воде Мы ходили по воде Почему опять на дне? Почему опять на дне? Мы взлетали высоко И светили ярко, но Почему опять темно? Опять темно Если долго нет дождя Высохнет земля Если в храме нет огня Может быть беда Если в доме нет отца У детей слеза Если соль не солона Не нужна она Мы ходили по воде Мы ходили по воде Почему опять на дне? Почему опять на дне? Мы взлетали высоко И светили ярко, но Почему опять темно? Опять темно Если это вера То где дела? Если это жертва Где пламя огня? Если это Бог То где чудеса? Если это свет То какова же тьма? Мы ходили по воде Мы ходили по воде Почему опять на дне? Почему опять на дне? Почему опять на дне? Почему опять на дне? Мы взлетали высоко И светили ярко, но Почему опять темно? Опять темно Дмитрий Шлицгауэр у нас сегодня в студии такая песня, глубокая достаточно песня Ты ее, я думаю, что было какое-то событие, что ты ее написал, все-таки тебя что-то затронуло Ну, как тебе сказать Какой-то случай был конкретный, или ты увидал кого-то? Не то, чтобы... Ну, на самом деле, просто это была серия таких, скажем, больших и маленьких падений людей Больших и маленьких проповедников, которые были рядом, и проповедников, или пасторов, как бы служителей, которых знают все Ну, и вообще, скажем, как бы взять, если всю церковь Христова, все динаминации, да, всех верующих Это, в общем-то, ну, как бы это размышление, что ли, размышление, да Размышление, да, да Висела, говорит, очень долго картина Петра, вот, где вот он падает, ну, вот, тянет его ко дну, помнишь, вот И вот ему Иисус подает, как бы, руку, а тот в воде весь уже, там, и он руку тянет, там, Иисус, спаси меня, как бы, оно в воде, это все И он говорит, вы знаете, я, говорит, подумал, мне как-то, ему после сна, после очередного какого-то откровения, ему, ну, вот, как мы называем это откровением, просто, ну, пониманием, новым пониманием, он говорит, я выкинул эту картину И именно, и нашел художника, он перерисовал эту картину, когда вот Петр шел по воде Что он не тонул, вот, а вот он шел, он говорит, вот, понимаете, вот он набрался все-таки смелости Вот, да, может быть, он, естественно, до конца этого моря бы и не дошел никогда И там тоже глупо было прибежать к Иисусу, там, по воде прибежал такой опять, и такой, а, ну, давай, держи меня там, или что-то Просто, говорит, а вот он шел, то есть, интересно, в этом тоже есть какой-то опытный, я думаю, верующему, конечно, все содействует, наверное, ко благу, да? Да, ну, ты знаешь, я немножко уловил твою, может быть, мысль, да, или... Нет, это не по поводу песни, просто я тебя на разговор вытаскиваю немножко Да, 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 но на самом деле очень хорошо вытаскиваешь, потому что, то есть, на самом деле, есть всегда две стороны, да? Да Две стороны, есть, есть, как бы, ну, позитивная сторона и негативная сторона И когда позитивный человек относится, ну, читает Евангелие, опять же, тоже, он берет вот эти моменты, моменты веры, да? Да, да, да Вот, ну, ты знаешь, вот мне многие люди, друзья, говорят, там, будь позитивным, да? И, в принципе, я с ними соглашаюсь, и я прислушиваюсь, и я стараюсь быть позитивным, и Бог очень много чего позитивного в моей жизни сделал Но все же, читая Евангелие, я не могу сказать, что оно просто позитивно, понимаешь, вот в каком-то таком современном Оно, оно все-таки, как бы, справедливо Там присутствует и сторона обличения, и сторона радости, и сторона скорби, и, опять же, сторона счастья То есть, оно, оно, оно вот, полное Евангелие, оно содержит полноту, что ли, жизни, да? Ну, это так, конечно, иначе бы это не было, Иван Вот, поэтому, то есть, поэтому, вот, то есть, если я написал, как бы, одну такую песню, то есть, не знаю, что я завтра опять такую же буду Не, не, конечно же, когда, вообще, замечательная песня, я бы с удовольствием ее прослужил, то есть, это еще раз бы Я тоже, когда я видел кого-то, творческий человек устроен так, он как, знаешь, как зеркало, он отражает Вот что-то происходит в мире, у меня один приятель есть, музыкальный критик, он говорит, понимаешь, рок, вообще, движение Рок родилось на, как бы, это был крик души людей, которые видели несправедливость, они видели коррупцию, они видели, там, ну, вот, какое-то насилие, там, вообще, вот, и именно отношение отец с детьми, там, вот эти отцы и дети постоянно говорят И это стало выражаться в гитарах, вот в этих текстах, там, как бы, что свобода, там, или, там, то есть, ну, понятно, справедливость, там, многие такие вещи, вот И мы, как творческие люди, мы всегда отражаем, то, что случается с нашими знакомыми, близкими, там, что-то там не так, и мы уже пишем, там, об этом, понимаешь Я вам написал, там, это женщина-дьявол, не ходи к ней, ее, там, руки-оковы, там, ноги, как весла, там, она тебя уведет, там, с собой, там, вообще Вот, а мне говорят, как-то вы могли так, женщину, я говорю, я не кому-то, я... Ну, вообще, вообще, нет, на самом деле, тема хорошая, ты знаешь, потому что, вот, то есть, мы, вот, артисты, да, они бывают, особенно молодые артисты, да, вот сейчас, с которыми мне приходится встречаться Они очень часто впадают в крайности, да, то есть, они говорят, вот, у нас, например, такое, такое направление, мы, там, играем, там, допустим, какой-нибудь, там, панк, такой, позитивный, ну, это, светлый панк И они держатся этого панка, и, понимаешь, вот, или там немножко другая крайность, там, люди говорят, мы, например, как, евангелизационная группа И вот у них, и вот у них, у них песни примерно все такого содержания Одинаковые, да Все, у меня было, мне было вчера плохо, 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 ужасно, плохо, вообще плохо, да, то есть, ну, я люблю об этом говорить И потом Иисус пришел, и все стало хорошо Хорошо, в общем-то, хорошо, в Евангелии есть хороший стих, то есть, Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, да Но, когда ты пишешь песню, ты не можешь, ну, этот текст, этот золотой стих Евангелия, скажем, из песни в песню повторять Это же тавтология, это же повторение Поэтому есть песни и за жизнь, есть песни и с радостью, и с юморком Это вот именно, почему бывает сложно, когда, например, тебе нужно спеть две песни в программе или три Ты не укладываешься, бывает, то, что, знаешь, как бы, когда концерт у тебя идет, там, часа полтора Ты, естественно, и с этой, и с этой, и с этой стороны смотришь на жизнь Да, очень здорово А ты вообще домашний человек? То есть, как бы, ты любишь дома сидеть или по гастролям все? Как у тебя, ну, по нутру так? Или ты и тот, и тот? Ну, скорее всего, и тот, и тот, но ощущаю себя домашним, конечно Домашний, да? То есть, ты более, как бы, дом Да, да, но ты знаешь, я пытался никуда не ездить Вот в конце прошлого года, я, ну, то есть, у меня так как-то совпало И это был мой какой-то личный разговор тоже, что ли, с Богом, да Что мне не нужно, ну, мне, ну, я просто услышал одного проповедника Он цитировал слова апостола Павла И Павел говорит там, я говорю так, что я, потому что я не искал даяния Помнишь, что ты здесь? И вот это, я не искал даяния И я подумал, вот нам, христианским артистам, скажем там Как будто бы получается, что мы ищем даяния все время Потому что нам нужно писать альбомы, делать клипы Мы хотим покупать новые инструменты И как будто бы, знаешь, уже какая-то такая немножко в жизни гонка начинается Вроде бы ты служитель, вроде бы ты служишь, несешь счастье, там, радость Вот, в конце концов, Бог тебя призвал и все такое Но как будто бы, знаешь, что-то внутри А денег как не было, так и нет Нет, почему? Я не жалуюсь там, да, то есть на какую-то нищету То есть я не могу сказать, что я там пришел в какой-то колоссальный избыток Нет, у меня много вопросов, которые нужно решать Начиная от студии, студии клипов и обеспечения там детей образованием И там покупки автомобилей, да, то есть все, все есть Как бы все есть И кредиты есть, есть и благословения Есть и, в общем, все есть, да То есть не буду об этом подробно говорить Но вот меня зацепило, и я как бы вот как-то немножко приостановился Ну знаешь, я не увидел тоже в этом особого благословения, что я никуда не езжу Да Типа вот я весь из себя такой смиренный, не ищу никакого даяния Все равно, я человек, я отец троих детей, у меня есть нужды, у меня есть жена Я хочу, чтобы она не плакала по ночам из-за того, что детям нечего есть Я хочу, чтобы... Нет, это понятно, абсолютно понятно Вот, поэтому... Я просто именно спросил про нутро, вот, знаешь, бывают люди, которые любят готовить и кушать Да А некоторые говорят, зачем мне время тратить, я лучше выбегу вот по дороге, схвачу там что-то и побежал дальше Ну все-таки, да, все-таки я тебе скажу Я говорю, я больше домосед Да, ты более интроверт внутренний Да, да, потому что особенно после того, когда у меня появился третий малыш Ага Вот, ему сейчас три года Три года Да, когда он появился, я скажу... Это мальчик, девочка у тебя? Мальчик У тебя получается... Мальчик, девочка, мальчик Мальчик, да, мальчик, да Да, да, то есть старшему уже почти 10, девочке 7 и вот мальчику 3 Ага И вот когда он родился, вот последние три года, мне достаточно сложно уезжать То есть стало еще сложнее В принципе, я легко достаточно к поездкам относился Вот, но все равно каждый раз это как-то через молитву, через какой-то внутренний такой излом, понимаешь? А когда у тебя последняя гастроль, куда была вот сейчас? В Казахстан В Северный Казахстан В Кустанайское В Кустанайское область даже, да? Интересно там было, нет? Как там? Там было очень интересно Там была такая пастерская конференция Ага Я там больше, в общем-то, был как-то, как гуслист, скажем так Ага, здорово, отлично Вот Ну и переходи потихонечку к песне Рассказывай про Казахстан Ты не привез оттуда тундыр такой вот Слушай, я его привез давно уже Давно? Да, он умер уже давно на балконе Я спою довольно, ну, я сейчас немножко отвлекусь от своих старых, новых, точнее, песен Спою просто такой старый, например, салон Здорово Я был вчера рабом греха Такой же, как и все Со мной дружила только тьма Казалось, что сойду с ума Услышал я о Боге Который может много К нему стучать решился я И знаешь, он ответил Пришел ко мне во свете Он изменил Освободил Меня Я свободен навсегда Я свободен навсегда Я свободен навсегда Я был вчера рабом страстей Такой же, как и ты Я падал в озеро огня И только смерть ждала меня Но слышал я о Боге Который может много К нему стучать решился я И знаешь, он ответил И знаешь, он ответил Пришел ко мне во свете Он изменил Освободил Меня Я свободен навсегда 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 Дмитрий Шитгауэр у нас сегодня в студии с замечательными своими хорошими, добрыми песнями Дима, а у тебя есть место, куда бы ты очень бы хотел съездить все-таки на земле? Да, да Ну, честно говоря, очень простое место Я хотел бы с женой на Мальдивы поехать Мальдивы? Да А почему туда? Ну, просто... Пляж, океан А просто у меня не было медового месяца Мы поженились 3 декабря Серьезно? Да И у меня не было медового месяца И я просто хочу восполнить это Тут надо где-то 1100, наверное, рублей, да, наверное, так путевка? Ну, да, там перелет дорогой Перелет, да Не столько дорого все Сам просто перелет Ну, поэтому, дорогие телезрители, у кого будет желание, поддержите Диму с его супругой замечательно И просто переведите его, найдите его в ВКонтакте, в интернете И скажите, Дим, я хочу тебе помочь оплатить поездку на Мальдивы Друзья, я хочу сказать, что я у Геры этого не просил Совершенно Это моя инициатива просто Да, спасибо, спасибо А мало ли, вдруг кто-то вот так раз Спасибо Ну, понятно, что это не единственное место Не единственное место Я не был никогда в Америке Я никогда не был в Израиле Я хотел бы быть и в Израиле, конечно Чисто как паломник, я бы хотел быть и в Израиле Я никогда не был в Штатах, никогда И вообще, то есть, у меня все мои поездки, они связаны, в общем-то, с миром русскоязычным Оно и понятно Да И я нисколько не сетую на это Вот, и это мне, в принципе, нравится Давай вот скажем сразу же американцам Вот, дорогие друзья, вот я всем передаю привет из нашей студии Портланд, Сиэтл, Массачусетс, Вашингтон, многие Калифорния, Сакраменто Кто нас смотрит сегодня? Флорида Вот Дмитрий Шридгауэр, замечательный служитель, пастор, музыкант И вообще, прекрасными песнями он пишет, поэтому приглашайте его, позвоните ему Или же найдите его в интернете, найти легко Шридгауэр, да, возможно, шридгауэр.ру Шридгауэр.ру, там берете в гугле и приглашаете его в гости Вот в Америку, тебе уже давно, уже надо пару раз съездить, там уже Потому что там, мне сейчас в Германии так интересно звонят Валера Короб звонит и говорит Говорит, ой, что-то, говорит, нас тут столько в Германии Я говорю, а что такое? Тут Брикса, говорит, в Германии, тут Патлис в Германии Там еще кто-то в Германии, ну прям, как будто наши все наехали А вот, кстати, в Германии я был до Казахстана Буквально пару недель назад Хорошо поездка? Да, ну в Германии у меня просто есть очень хорошие друзья Просто периодически, вот когда они отмечают день крушения вот этой стены Стены, да? Да, у них как-то... Это ты в Берлин приезжаешь? Нет, я не в Берлин приезжаю, я приезжаю в очень маленькое, в небольшой городок В маленькую такую церковь Вот, мы с... это такая, знаешь, божественная встреча Мы познакомились с этими людьми еще в Риге Вот, уже там 7 лет назад Это не Базилиус, нет? Нет, не Базилиус, вот И я просто к ним приезжаю, у них там такая небольшая община Которая любит Бога, жаждет Бога, служит И, знаешь, мне очень хочется, ну, приятно, да, приезжать Потому что там всегда Дух Святой, что приятный такой делает Да, готовит, да Я тоже самое люблю очень по маленьким общинкам Там, где мало народу такое, знаешь, такое все вот такое Что-то такое теплое, домашнее, семейное Да Вот, ну, давай еще одну песню, у нас время еще есть на одну песню Ну, наконец-то пришло время спеть о Вере Я спою любимую мною песню Я ее очень почему-то люблю, хотя написал уже давно достаточно Вот, она называется «Вера», да? КОНЕЦ Кто-то украл То, что я держал То, что я имел Кто-то забрал Все это было не раз Я устал слезы лить Я просто попытаюсь Всех, кого нужно простить Я верю Я верю И буду верить всегда Что всякий Кто ищет Найдет свои чудеса Я знаю Я слышал Что это Сбывалось не раз Похоже мне осталось Ждать сегодня час Где-то весна Где-то война Кто-то простой Кто-то герой Все это будет Не раз Это можно понять Я просто Я просто Вновь пытаюсь Себя от земли Оторвать Я верил Я верю И буду Верить всегда Что всякий Что всякий Кто ищет Найдет Свои чудеса Я знаю Я слышал Что это Сбывалось не раз Похоже мне осталось Вера Вера не для слабых Этот факт Скричь увы Я не могу Но хоть Но хоть Кого-то Сбывалось не для слабых Я знаю Я слышал Что это Сбывалось не раз Похоже мне осталось Ждать Похоже мне осталось Ждать Похоже мне осталось Ждать Всего один час Вот так Дмитрий Шридгавр У нас сегодня в студии Сегодня мы поем песни О вере О любви О жизни О Боге О чем еще петь В общем-то Я бы сказал Что это Самые такие Долгожители песни Я говорил С одним интересным человеком Достаточно знаменитым В нашей стране Он говорит Ты знаешь Из всех Вот там Сорока альбомов Альбом Песни Написанные О Боге О любви И о жизни Они живут Дольше всего Потому что Когда ты пишешь Там про президента Он меняется Про машину Он меняется Там Про всякую Там Понимаешь Знаешь Я заметил Вот Заметил Что когда Мне очень нравится Музыка Которой озвучено Хорошее кино Мне нравятся Саундтреки С хороших фильмов Где есть идеи Где есть Хороший сценарий Особенно Когда они основаны На каких-то реальных Событиях На каких-то реальных Геройствах Скажем так Вот смотри Вот например Песня из Титаника Живет долго Конечно Живет долго Песня из мультика Которую Брайан Адамс Написал Спири Душа прерий Живет долго Песня из Робин Гуда Живет долго Кино Опять-таки Подтверждение того Когда есть идея Да Идея Глубокая идея А идея-то в чем? Она идея-то все равно Она в любви Верности Конечно В самоотверженности В каком-то вот героизме Основанном все равно На любви Так или иначе Да И тогда песня живет долго И поэтому Вот Поэтому знаешь Я как-то предпочитаю Не спешить С написанием песен Пусть они Родятся Внутренне Да Это когда ты Первые 12 песен Пишешь Надо спешить Да И когда тебе надо Надо их продать Ты тоже должен спешить В принципе Это тоже хорошая тема Насчет продать Вот Потому что в общем-то Все равно Так или иначе Когда эта песня написана И она действительно Настоящая И ее Не то чтобы надо продать Это немножко грубое слово Немножко Да Но ее надо Ее надо дать Слышать Да Потому что Если это песня А то есть без популярности Здесь сложно Это как профессиональный атрибут То есть Ну вот Ну вот И просто Ну то есть Вернусь Вот к твоей теме Что Люблю честные песни Люблю когда Люблю когда люди Что-то действительно Пережили И когда это Из какого-то честного Такого сердечного Переживания Тогда оно и живет Да Ну ты можешь Да Просто я думаю Что-то То есть Что-то